Мы продолжаем читать наставление преподобного Авва Дорофея из второго тома Добротолюбия. Напомню, разговор у нас был о том, как терпеть укоризны извне. Вот, продолжая эту тему, 48 и 49 абзац сразу вместе прочитаем. Во всяком случае, должны мы взирать горе. Добро ли нам кто сделает или злое потерпим от кого-либо, мы должны взирать горе и благодарить Бога за все случающееся с нами, всегда укоряя самих себя и говоря, что если случится с нами что доброе, то это дело милостивого промышления нас Божье. А если злое, то это за грехи наши. Окаянные мы, ежедневно согрешающие и страстям своим удовлетворяющие, оставили мы путь правый, указанный нам отцами, путь самоукорения, и идем кривым путем укорения ближнего. И каждый из нас старается во всяком деле сложить вину на брата своего, и на него возложить всю тяготу. Каждый ленится и не соблюдает ни одной заповеди, а от ближнего требует исполнения всех заповедей. Вот такие два отрывка, которые говорят о том, что путь самоукорения, как мы уже говорили в прошлый раз, путь самоукорения, есть с точки зрения отцов единственный способ, метод постоянно любое случающееся с нами событие, особенно неприятное событие или обстоятельство обращать на пользу нам, к смирению нашему, к тому, чтобы сохранить себя в делании покаяния. Мы говорили и про то, что путь самоукорения не безусловен в мирской жизни. Это безусловная деятельность, помогающая монаху, но хорошая, но не безусловная деятельность, способствующая и сохранению себя в любви Божией для всякого христианина. Там есть определенные нюансы, о которых мы говорили. Но если путь самоукорения и не подходит для всех, есть разные ситуации, то путь укорения неприемлем совершенно. Человек может оказаться в ситуации, в которой он не должен сам себя укорять. Может оказаться в ситуации, в которой самоукорение у него не получится. А то и может быть вредным для него, для мирских людей это так. Но путь укорения для него все равно закрыт. Человек не может укорять другого человека. Христианин не может укорять другого человека. Тут нет никаких оговорок, тут нет никаких сложностей, условностей и прочих, скажем, коннотаций. Нет, и все. Человек не должен этого делать, чтобы укоризной досаждать ближнего своему. И это как бы табуировано и все. Но Авадорофей, он расширяет, скажем, выходит за пределы просто табуированного механизма и объясняет, что происходит с человеком, который укоряет ближнего своего. Этот человек перелагает свою вину на плечи другого человека. Поэтому это неприемлемо. Конечно, у каждого человека есть какая-то своя вина, есть свой грех, есть своя зона ответственности, которую он не сохранил. Но это его отношения с Богом, а не твои. Если ты укоряешь, ты вторгаешься в личные отношения одного человека с Богом, другого человека с Богом. Ты выходишь за пределы того, что очерчено тобой. Ты выходишь за границы тебе дозволенного и вклиниваешься в то, что тебе не дозволено. Конечно, опять-таки, есть люди, облеченные властью от Бога, у которых есть власть вязать и решить, производить суд как в церкви, так и в миру. И эти люди могут выносить определенные вердикты. Но они судят поступки человека, именно пытаясь понять меру его ответственности, меру его вины, меру его преступления, меру его греха, меру вреда от этого греха или преступления. Это их дело. А тебе в частном порядке, если ты такой властью не облечен, ты не можешь входить в то, чтобы укорять другого человека, даже если он действительно виноват. То есть понятно, что мы часто укоряем человека даже тогда, когда он не виноват. Такое бывает, но мы-то оправдываем всегда свое желание укорять другого именно тем, что мы-то его укоряем за реальную вину, за реальную грехи. Но есть Божий суд, есть суд церковный, есть суд мирской, есть люди, которые над ним поставлены. В любом случае есть Бог, если этих людей над ним поставленных нет, то этим займется Бог. А вникая в это, вклиниваясь в это самостоятельно, мы таким образом либо отстраняем Бога, либо вовсе в Него не верим. То есть куда Он смотрит с нашей точки зрения? А раз Он бездействует, это сделаю я. То есть мы восхищаем, как оно и есть по учению святых отцов, мы восхищаем себе власть, нам не принадлежащую. Бог долго терпит, а мы нет. Но Авадорофей обращается не к этому моменту, а к тому, что во всякой подобной, ну скажем, ситуации, которая нас возмущает, возбуждает, вот, выводит из состояния равновесия, так что нам хочется обязательно встрять, вмешаться и укорить всякой этой ситуации, именно тем, что она нас возмущает, свидетельствует нам о том, что не все в порядке в твоем собственном королевстве, не все в порядке в твоей собственной души. И ты просто на самом деле, бросаясь укорять другого, тем самым, пытаешься свою ответственность, свою именно, переложить на его плечи. И это желание укорения другого человека за что-то, за какой-то его грех, нарушение, безответственность, страсть и так далее, всякое такое мое укорение обличает меня в том, что я не исполнил чего-то своего. Ну, например, вот, скажем, некий, ну, возьмем церковную ситуацию, некий священник ведет себя неправильно. Ну, скажем, он, ну, например, он пьет. Вот, пьет бесстыдно, пьет безобразно, пьет уже никого не стыдясь, и нам надо его укорить. Мы, ну, там, я, допустим, прихожу и начинаю его обличать за это. Вот, и мне кажется, что я делаю это совершенно оправданно, потому что ведь человек действительно, ну, вот, плохо делает, плохо ведет себя. Неправильно он это делает. Вот, и надо его как-то на это, скажем, на это указать ему. Я, возмущенный его поступками, иду и его укоряю. Но, и мне кажется, что я имею на это право. Но подожди, а ты его любишь? Ты за него страдаешь? Ну, скажем, молишься? Если бы твой близкий человек, родной тебе, попал в такую ситуацию, ты бы ведь плакал и убивался от того, что гибнет человек, а не от того, что он делает неправильно. Любовь тем опознается, что нас беспокоит не неправильность его действий, а гибель человека. Мне его жалко. Жалко. И это сострадание, это сопереживание за человек двигает мою молитву. А за этого священника я не молюсь. Ну, так, только записочку подам или пару раз перекрещусь. А так, как за гибнущего брата, я за него не переживаю. Мне не до этого никакого дела. Я возмущен правильностью его действий, точнее, неправильностью их, а не тем, что человек гибнет. Для меня именно возмущение, а не слезы. Возмущение, гнев, раздражение, а не плачь об этом человеке. Но если я не плачу, не молюсь, то есть не люблю его, значит, я так же не нарушаю, так же не соблюдаю заповедь Иисуса Христа. Я так же не люблю Христа, как не любит он, который пришел в мир грешников спасти и проводил свое время с грешниками за столом. Я так же не люблю Христа, который умер за грехи этого человека и призывает меня, если я верен ему, идти по его стопам. Я не люблю ближнего своего, как самого себя, потому что если бы со мной случилась такая ситуация, я бы вовсе не хотел, чтобы меня укоряли, я хотел, чтобы меня поняли, чтобы меня потерпели и чтобы за меня помолились. Значит, я ни одной заповеди не соблюдаю. Из тех, что написано в Евангелии, из тех, что дал Христос, ни одной. Какая мне разница тогда до всего остального? Я так же не имею в себе любви к Богу, к людям, не имею в себе благодати Святаго Духа. То же самое можно сказать про власть, обычную мирскую, которую мы все время осуждаем и все время недовольны тем, что происходит, как нам кажется, по вине этой власти. Нет, все это происходит не по вине власти, а по нашей собственной вине. Мы действительно на своем месте исполняем все, что должно. Мы действительно строги к тем, кому должно быть строгим. Мы действительно, скажем, к собственным детям. Мы действительно требовательны к себе на производстве в той сфере деятельности и не позволяем себе ни капельки расслабиться, ни доделать, ни дослушать. Мы действительно вкладываем сердце в свое дело, которым мы заняты. Мы действительно молимся за власть, простираем руки чистые к великому Богу, как велит нам заповедь. Ничего из этого мы не делаем. Мы сами грешные в своей сфере деятельности. Мы не доделываем то, что должны делать. Очень многое себе прощаем, а другому не прощаем. Ничего, как здесь и говорит об этом Ава Дорофей. От ближнего требуем исполнение всех заповедей, а сами не соблюдаем ни одной. А те, что нам кажется соблюдаем, соблюдаем не потому, что это заповедь, а потому, что нас хорошо воспитали. И мы случайным образом оказались исполнителями заповеди. Но, например, мы приходим вовремя на работу не потому, что считаем, что это так велит Христос, а потому, что нас научили никогда не опаздывать. Мы с детства к этому привыкли. И для нас, по сути дела, это некое воспитанное качество, а вовсе не добродетель. Ибо добродетель во Христе есть то, что мы делаем ради Христа. Это мы делаем по привычке. Мы и до христианства нашего делали то же самое. И вот это вот бесчеловечное, нехристианское наше отношение ко всем окружающим, когда мы с них спрашиваем строго о себя иначе. Эта ситуация, она и приводит к тому, что мы позволяем себе укорять других. 46-й абзац Случается, что иной, сидя в уединении, безмолвно пребывает в мире. Но вот пришел брат и между разговорами сказал что-либо неприятное, и он тотчас пришел в смущение. И говорит потом, «Если бы не пришел ко мне брат и не смутил меня, то я бы и не согрешил». Какое смешное рассуждение. Разве тот, кто сказал ему слово, вложил ему страсть, он только вызвал наружу ту, которая была уже в нем, а теперь предлежит ему не на брат оскорбеть, а каяться в страсти, укоряя себя. Такой человек похож на гнилой хлеб, который снаружи хорош, а внутри заплесневел. И когда кто-либо разломит его, то обнаруживается его гнилость. Или на чистый сосуд, который внутри полон смрада и зловония. И когда кто откроет его, тотчас становится чувствителем смрад его. Так и этот пребывал, как ему казалось, в мире, не замечая, что страсть была внутри него. Брат сказал ему одно слово и обнаружил гнилость, сокрытую внутри него. Поэтому, если он хочет быть помилованным, то пусть покается, укорив себя. Сим только путем он достигнет чистоты и преуспеет. Брата же того ему должно еще благодарить, как доставившего ему такую пользу. Вот такой отрывок, который, ну скажем, отвечает на вопрос, один из любимых наших вопросов, кто виноват. Тут, по большому счету, кроме этого, пожалуй, сказать нечего, прокомментировать нечего, потому что суть этого отрывка всего лишь в том, что всякий эпизод, всякое обстоятельство, которое приводит меня к страсти, к греху, к потере благодати, всякое это обстоятельство, или человек, или событие, все это посылается Богом для того, чтобы я увидел свою внутреннюю нечистоту. Чтобы я сам увидел эту нечистоту, чтобы я сам понял, что на самом деле вовсе не такой, каким начинаю сам себе казаться. И как только начинаю сам себе казаться хорошим, и начинаю засматриваться либо в похвалу других людей, либо в зеркало, что еще хуже, Бог посылает нечто или какого-то человека, который показывает, что вовсе ты не белый, не пушистый, что на самом-то деле ты полон смрада страстей. И человеку, в общем-то, достаточно, чтобы это понять, принять, смириться, как здесь пишет Ава Дорофей, укорить себя и понять, что на самом-то деле Бог послал этого человека для того, чтобы я понял и не обольщался, и было мне о чем дальше молиться. Болиться обличается наша внутренняя гниль. Если человек быстро это примет, очень спокойно, трезво к этому отнесется, увидев собственную гниль, и начнет оплакивать свое внутреннее, свою душу, хлам своей кельи внутренней, то, собственно, и все. Будет плакать, 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 плакать. Если он будет искренне плакать, не поверхностно, не душевно, то он будет открывать себе все в новые, новые, новые глубины, падения, греха, разной нечистоты. Так что, собственно, больше никто и не придет. И никаких обстоятельств больше не будет. И все, понял, стал на нужный путь и хорошо. Слезы ушли, плакать перестал. Приходит понимание, ну вот, собственно говоря, вот оно и свершилось, вот я почти святой. Вот, все выплакал, душа чистая, как кристалл. Это же очевидно, вот, гляжусь в себя, как в зеркало. Звонок в дверь, приходит человек, начинает со мной говорить о каких-то своих проблемах, и я сам того не замечаю, начинаю возмущаться, кричать, осуждать власть, доколе можно, доколе будем терпеть, чуть не сейчас готов взять винтовку и пойти на баррикады. Вот, человек поговорил со мной, уходит. А-а-а, что я натворил-то, а? Ой, наговорил, наговорил-то все. Он, он меня совратил, он меня искушал, принес тут с собой целый паровоз грехов и меня с панталыку сбил. Нет, это все в тебе было, это все прорвалось. Бог обличил тебя через присутствие этого человека, давай дальше плакать. Вот, собственно, вот так устроена человеческая жизнь, даже с очень хорошими и правильными, и мужественными подвижниками, оно такое бывает. А вот, если человек упорно не замечает своего падения и продолжает настойчиво обвинять других в том, что они вот такого хорошего, такого доброго, такого правильного, такого замечательного, почти святого христианина постоянно сбивают с пути, что он бы давно уже взошел на высоту добродетелей, да все вот эти вот грешники, соблазны мешают ему, то тогда все хуже. Если он не так и не приходит к самоукорению, не обличает себя, начинает обличать других, то происходит нечто более болезненное, тяжелое и страшное. Человек согрешает либо публично, либо очень резонансно, и человек вот очевидным образом через это узнает, что тут вроде как бы уже никто и не соблазнял, и всем очевидно становится его внутреннее омерзительное содержание. Сосуд лопнул, и нечистота разлилась вокруг. Уже не спрячешься, уже очевидно, что вовсе ты не тот, за кого себя выдаешь. Вот чтобы до этого не доводить, Бог милосерд и покрывает наши немощи, наши нечистоты и наши грехи, только ты никогда не забывай, человек, что ты грешный, что у тебя есть чего стыдиться, что на самом-то деле и ты не исполняешь ничего, а живешь ты единой милостью Божьей, тебя терпящей, тебя любящей, тебя покрывающей. Вот это важно. Мы, к сожалению, не понимаем, именно не понимаем, насколько это важно. Вся наша жизнь на самом деле складывается именно из таких эпизодов, в которых обличается наша внутренняя нечистота, наше подлинное внутреннее содержание, внутренняя мерзость. И великие святые отцы, которые это познали, потому и плакали непрестанно, даже на старости лет. Если мы познаем себя и каемся всегда, смиряемся, то мы идем путем покаяния, от плача к плачу, от падения к падению, внутреннему хотя бы. Если мы начинаем обвинять других, оправдывая себя, то мы поверили в свою хорошесть, и раз поверили в свою хорошесть, мы, естественно, становимся фарисеями, обыкновенными, настоящими, законными фарисеями. И исповедь каждого из нас очень хорошо это показывает. Когда мы приходим и говорим, неважно, великие грехи или маленькие грехи, очень важно, как мы строим свою исповедь перед лицом Бога. Мы говорим, я согрешил, но дело в том, что, то мы фарисеи, ну, не закончены еще, вот, не дошли еще до ручки, но, тем не менее, идем путем фарисеев. Если мы говорим, что произошло со мной вот такая история, ну, я понял, что какой же я грешник, я виноват во всем. Это всего лишь, вот, было средство узнать, мне какое есть на самом деле. Тогда мы идем путем на покаяние, и, несомненно, дойдем до спасения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова